Продолжение следует... Продолжение следует... Отучился там в том самом техникуме или бурсе, тебе дают права помощника. И ты можешь сразу же работать помощником. Нынче, даже закончивши техникум, идешь слесарем, год барабанишь слесарем, потом, может быть, поедешь на курсы помощника, там надо отъездить определенное время помощником, и только потом поедешь учиться на машиниста. Как они это себе представляют в дальнейшем, когда все будут в одно лицо ездить? Где они будут брать машинистов? С воздуха там лепить? С биржи? С биржи готовых машинистов. Готовы. Это такое. Но у нас такой народ на железки, я смотрю, пошел, что мы на все согласны, лишь бы нас не трогали. Второй вопрос. Есть уже информация, уже проверена, уже это, уже есть. У нас в профсоюзе есть человек с Миргорода, он там, или с Рамадана, в общем, работает с оставителем. Им напрягают такое род деятельности, помимо своих профессиональных обязанностей и тех, что у них прописано в должностных инструкциях, плюс согласно договору. Он работает с оставителем. Но этот человек, единственный, который я знаю, который сказал, я такого делать не буду. Один, наверное, на всю УЗ. А в основном все согласились. А чем его напрягает? Напрягает. Товарищам вменили обязанности вагонника, углядача вагонника. Он пробует тормоза, это все дела. Как бы еще более-менее сопоставимо с должностью составитель. Но ни в коем случае это выполнять нельзя. Это не его обязанности. Им вменяют выезд на перегон в качестве помощника машиниста. Это вообще нонсенс. Чем мотивирует? Депо Полтава провело так званное обучение. Вагонное или локомотивное? Локомотивное. С составителей. Выдало им бумажечки. Бумажечки. С печати. Это не то, что это качество туалетной бумаги. Я бы даже называл эти бумажечки. На которых написали, что он имеет право выезжать на перегон с машинистом. Ля-ля-та-пы-ля там все на свете. Согласно ПТЭ, вот у нас лежит правило технической эксплуатации. Выезд на перегон машиниста в одно лицо категорически запрещен. Машинисты, работающие в одно лицо, плевали на эту инструкцию, лишь бы их не трогали. Выезжают с составителями, которых на руках нет удостоверения помощника-машиниста. Он не имеет никакого права находиться в кабине машиниста в качестве помощника. В кабине он имеет право переезжать со станции на станцию. Но в качестве помощника машиниста, составитель кабине не имеет права никакого... Так может составителей и будут машинистов готовить в перспективе? Я чувствую, что ради того, чтобы уменьшить контингент людей себе же выгоду, УЗМ готова пойти на все. Мы будем скоро, едешь там в одно лицо по станции, увидел какого-то, хочешь подъехать до следующей станции, садись будешь помочь. Или машинистам. Или машинистам там съедем. Так вот, этот человек сказал, что он не будет этим заниматься. Репрессии начались сумасшедшие. Все остальные согласились, в первый день расписались, они все, я помощник машиниста, несу ответственность за все на свете, что только могу. Платите мне зарплату составителя, только не трогайте. Ну, расписался в том, что он будет стрелочником за все. Если что, потом зарплаты высчитаете, как из машиниста по... Запорожью. Или по Запорожью. Высчитаем, а ты там потом разбирайся, судись, как хочешь. Вот какой интересный момент. Этот составитель сказал нет. И что вы думаете? Никто не смог его ничего сделать. Ездить в его смену к этому машинисту специально ездит помощник машиниста, который обязан находиться в кабине, когда локомотив переезжает с станции А на станцию Б. Для того, чтобы составитель мог обслуживать свой участок работы. Там Миргород, Рамадан, там много станций. Составитель работа, это составитель. Он не имеет права там заниматься деятельностью, которая в него по роду его обязанностей его никак не обходит. И будьте, пожалуйста, к себе, имейте хоть какое-то уважение. Вам за это не платят. Но на меня ли вам уже обязанности, за которые вы отвечаете, и вы сами подписи ставите под этим, задумайтесь. Третий вопрос. Кстати, я перебью пока. А им что-то доплачивают за то, что они расписались? Насколько я знаю, никто никому ни копеечки. Никто никому. Ты должен и все. Людей нет. Ну нету людей, а родина требует. Понятно. Давай. Понятно. И люди там. Третий вопрос. Да. Оператор. Оператор при ДСП, дежурной по станции. И оператор при ТЧД, дежурной по депо. Готовьтесь. Тоже роскошь, да? Готовьтесь. Вы следующие на очереди. Насколько я знаю, сейчас решается, кому из этих двоих товарищей вменить обязанности одного или второго. И кто из этих двоих людей пойдет на улицу, это пока решается. Есть дежурные по станции, которые уже на нынешний момент говорят, что мне оператор не нужен. Я и так справляюсь. Ну если там маленькая станция. Нет, компьютер поставьте, я буду сам работать, а этот человек рядом. Зачем он мне нужен? А доплата? А доплата мне не нужна, я же герой Советского Союза. У нас таких на железной дороге оказывается много. Потому что когда стояло депо Кременчук, Кривой Рог, Запорожье, Львовяне, находились люди, которые ехали. И все устраивало. Все устраивало. Ну почему-то сейчас в интернете везде, вот, беда, зарплата плохая, все стоит колом, все печаль. Ну тогда что-то не хватило, как бы, мужества или сказать нет. Опять же, в то времена, в которые ты не жил, в советское время, значит, называлось так, за себя и за того парня. Ну, а сейчас хотя бы... Движение было такое. На железке, ну, по неофициальным пока данным, надо уволить им 40 тысяч народа. Определенного контингента, которых им не надо. Ну, уволилось 60 тех, кого надо. Ну, в том плане, что им нужны эти люди. И затыкание вот этих дыр людьми, которые остались еще, они еще остались, они еще смотрят, а вдруг что-то в стране изменится, что-то получится. И им и начинают затыкать. Вагонник и составитель уже работают за трех, получают зарплату одну, свою. Операторов... Ну, вот они посчитали, что зачем оператор возле дежурной АПДКО, и зачем оператор возле дежурной по станции. Сейчас они совместят, сделают плюс 10% работы, а работы добавится, ой, как я сказал, много. Очень, потому что оператор при дежурной АПДПО это поставь локомотив на ТО, посади бригаду, явку дай, дыды, дыды, дыды. Это наградят дежурному по станции, ой, не дежурному, а оператору по станции. А он эту информацию практически не может не делать. Ему надо постоянно будет звонить дежурную АПДПО. Но это, ну, это я не знаю. И все, специально. Раз-два, раз-два. Они слепили с одного человека пять должностей. Сказали, давай, хочешь работать, давай. И многие боятся. Я не знаю, чего вы боитесь. Чего вы боитесь сказать? Есть, вот, вот мой контракт, мой договор и мои обязанности. Большинство, они четко прописаны. Я должен делать от и вот. И с вот такого времени до такого. И все. Соглашаетесь. Кто вам, как бы говорится, доктор. Потом не жалуйте, что у вас такая плохая жизнь, и все так плохо, и получаете вы копейки. Имейте в виду, если вам меняет должность какую-то, и вы против этого, никто не имеет права вас заставить выполнять работу, которая по вашему договору вам не принадлежит. Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.